Итак, коллеги, мы приступаем к рассмотрению завершающей темы нашего курса, и эта тема будет посвящена международным рынкам капитала. И международный рынок капитала представлен классически двумя крупными секторами. Первый – это долговой рынок, на котором компании выпускают еврооблигации, выпускают иностранные облигации. И второй сегмент международного рынка капитала, с которого компании привлекают средства как собственный капитал, – это депозитарные расписки на акции. И депозитарные расписки бывают двух типов – американские депозитарные расписки, АДР, и глобальные депозитарные расписки, GDR. Разница между ними заключается в том, что американские депозитарные расписки выпускаются и обращаются на американском рынке, а глобальные депозитарные расписки обращаются в основном на европейском рынке и на других рынках, кроме рынка США. Давайте начнем рассматривать международный рынок капитала с рынка еврооблигаций. Чем этот рынок примечателен, в чем его особенности? Рынок еврооблигаций зародился в середине XX века, когда закончилась Вторая мировая война, и европейские правительства, европейские частные компании искали деньги для восстановления. И вот как один из инструментов привлечения капитала появились еврооблигации, которые выпускали правительство европейских государств и частные компании. Основными покупателями в основном были это американские банки, потому что после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки, конечно, это была самая мощная в экономическом плане держава, и финансовые ресурсы сосредоточивались там, поэтому американский капитал шел в Европу. Как вы понимаете, сегодня Европа восстановилась, а рынок продолжает жить и развивается очень бурными темпами. И на сегодняшний день вот это вот старое название рынок еврооблигаций, который действительно зародился в Европе, это название сегодня не отвечает вот по своему названию сущности этого рынка. На самом деле это глобальный международный рынок облигаций. И еврооблигации можно купить в Европе, в Америке, в Азии. Кто выходит на рынок еврооблигаций? Европейские компании, азиатские компании, японские банки, американские финансовые институты. То есть это рынок действительно глобальный. И рынок развивается очень высокими темпами, потому что он очень удобен, удобен для участников рынка. Я имею в виду и для компаний, эмитентов, которые выпускают еврооблигации, и для инвесторов, которые эти облигации покупают. Чем характеризуется рынок еврооблигаций? Для того, чтобы эмитент вышел на рынок еврооблигаций, его на этот рынок должен кто-то вывести. И для выпуска еврооблигаций формируется международный синдикат. Как правило, в этом синдикате бывают, ну скажем, если выходит российская компания, в составе международного синдиката может быть один-два участника из России, но обязательно один-два участника из какой-либо другой страны. Второй момент. При выходе на рынок еврооблигаций компания, конечно, должна получить международный рейтинг. Рейтинг по международной шкале, который присваивает агентство S&P, агентство Moody's Investor Service или агентство Fitch. Вторая характерная черта рынка еврооблигаций – это в какой валюте они номинированы. Типичная ошибка, с которой мне приходится сталкиваться, когда мне говорят, ну раз это рынок еврооблигаций, значит, они выпускаются в евро. Еврооблигации выпускаются в абсолютно любой валюте. В евро, в долларах, в британских фунтах, в российских рублях и так далее, и так далее. Мне попадались на рынке еврооблигации, облигации, номинированные в валюте Танзании. Поэтому эмитент выпускает еврооблигации в той валюте, которая ему нужна. Если мы с вами посмотрим, какие валюты преобладают, то мы с вами можем видеть, что по состоянию на сегодняшний день преобладают, конечно, две валюты. Это американский доллар, его доля в общем объеме выпущенных еврооблигаций составляет порядка 38%, и вторая – это евро, где-то порядка 34%. Вот две доминирующих валюты, потому что две крупнейшие финансовые экономики. И еще можно выделить две валюты, которые занимают второстепенные позиции – это британский фунт стерлингов и японская иена, на которые приходится примерно по 10%. То есть, как вы видите, вот четыре валюты, и они формируют, по сути дела, рынок еврооблигаций. На все остальные валюты приходится менее 10%. Но это характеризует в целом рынок еврооблигаций, на которые выходят, помимо российских компаний, туда выходят и американские компании, и британские компании, и китайские компании. Если мы посмотрим, в какой валюте привлекают российские эмитенты, выпуская еврооблигации, конечно, структура выпуска российских еврооблигаций по валюте выпуска существенно отличается от усредненной цифры рынка еврооблигаций. И мы с вами можем видеть, что доминирует, безусловно, доллар США. Сегодня объем российских еврооблигаций, которые находятся в обращении, составляет 174 миллиарда долларов США. И в евро выпускают российские компании. Доля эта по сравнению с долларами, конечно, невелика. Всего-навсего 39 миллиардов евро. Чем примечательны выпуски еще российских еврооблигаций, то что были два выпуска еврооблигаций. Эти выпуски делало Министерство финансов России. И эти выпуски были номинированы в рублях. Логика здесь абсолютно была здравая. На мой взгляд, это было весьма целесообразно. Если мы хотим, чтобы рубль был конвертируемой валютой, чтобы рубль признавали за рубежом, то тогда и надо финансовые инструменты выпускать в рублях. А помимо всего прочего, если в российском бюджете возникает дефицит, то для того, чтобы покрыть этот дефицит, нужны рублевые поступления. Поэтому, чтобы не привлекать в долларах, а потом эти доллары конвертировать в рубли и терять что-то на обменном курсе, лучше, конечно, сразу привлекать в той валюте, которая нужна. Размещение еврооблигаций происходит на рынках нескольких стран. И компания, когда выпускает еврооблигации, конечно, она должна создать интерес у инвесторов для покупки своих облигаций. Я помню, когда Сбербанк выпускал свои еврооблигации, то они проводили роуд-шоу в Лондоне, во Франкфурте на Майне и в Токио. То есть, нужно было охватить три основных финансовых сектора. Это Лондон, это международный глобальный финансовый центр, Франкфурт на Майне, это континентальная Европа и Япония, это азиатский рынок. Цель вот такого распределения, регионального распределения, это для того, чтобы привлечь инвесторов из самых разнообразных стран. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться, это система регулирования рынка еврооблигаций. Часто возникает вопрос, вот законодательством какой страны регулируется этот рынок? Самое интересное, что, скажем, российская компания, которая выпускает еврооблигации, номинированные в долларах, и размещает их в Лондоне, законодательством какой страны должен регулироваться выпуск этих еврооблигаций. И вот самое интересное, что рынок еврооблигаций, он не попадает под национальное регулирование. Это глобальный, межнациональный рынок. И поэтому нет правил, что еврооблигация регулируется страной эмитента. Нет правил, что рынок еврооблигаций регулируется той страной, где происходит размещение этих еврооблигаций. Раз этот рынок глобальный, то национальное законодательство не попадает, но рынок не может жить в хаосе. Должны быть определенные правила игры. И есть ассоциация участников рынка еврооблигаций, она называется ИСМА. И участниками этой ассоциации являются более 700 крупнейших банков инвестиционных компаний мира. Из России в эту ассоциацию входит Сбербанк CIB, это бывшая тройка диалог, входит Банк ВТБ. И вот эти участники данной ассоциации разработали правила. Для того, чтобы компания выпустила еврооблигации, она должна придерживаться вот таких-таких-то правил. Причем даже это называется не правило, а рекомендации. То есть система регулирования достаточно мягкая. И иногда требования к эмитенту даже мягче, чем национальное регулирование. И если вот эта система регулирования удовлетворяет эмитентов, удовлетворяет инвесторов, и она им нравится, и она проще, чем, скажем, национальное регулирование, то, конечно, этот рынок и будет развиваться более высокими темпами. Особенностью рынка еврооблигаций является то, что это необеспеченные ценные бумаги. То есть они выпускаются без залога какого-либо имущества. Поэтому главный источник возврата средств инвесторам – это финансовая устойчивость и платежеспособность данного эмитента. Поэтому я еще раз подчеркну, что очень важно, чтобы финансовое состояние компании было подтверждено рейтингом кого-то из трех всемирно признанных рейтинговых агентств. И последняя позиция, которая тоже оказывает свою роль на развитии рынка еврооблигаций, это то, что, по сути дела, рынок еврооблигаций – это безналоговая зона. Обычно, когда инвестор получает доход по национальным облигациям, то при выплате этого дохода, а доход, конечно, выплачивает компания «Эмитент», и удерживается налог. То есть налог удерживается у источника выплаты. Давайте представим себе, что российская компания выпустила еврооблигации. А эти еврооблигации купили инвесторы из Италии, из Великобритании, из Германии. И вот российская компания выплачивает купонный доход по этим еврооблигациям. В общем-то, удерживать доход у инвестора из Италии, Великобритании или Германии российская компания, в общем-то, ну будем говорить так, это будет некорректно. Это первый момент. Второй момент. А куда должен перечисляться этот налог? Он же должен идти не в российский бюджет, а в бюджет Италии, Великобритании, Германии. И поэтому уплату налога проводит сам инвестор в соответствии с нормами налогового законодательства той страны, резидентом которой он является. Он и должен эти налоги платить. Должен сразу сказать, что далеко не все инвесторы проявляют такую честность и платят данные налоги. Как я вам говорил, для того, чтобы компания вышла на рынок еврооблигаций, эту компанию должен кто-то вывести. И сложились определенные организации, которые специализируются на размещении еврооблигаций. Вот здесь я вам привел первую десятку крупнейших организаторов, которые оказывают помощь российским эмитентам в выходе на рынок еврооблигаций. И как вы видите, здесь есть и всемирно известные компании, как JP Morgan, а есть и российские компании, Газпромбанк, Сбербанк, CAB, ВТБ, ВТБ Капитал. Кто выходит на рынок еврооблигаций, кто является эмитентами? Здесь мы с вами можем видеть, что на рынок еврооблигаций выходят эмитенты самого различного уровня. Давайте посмотрим. Первая категория, которую я назвал, наднациональные институты. То есть это такие институты, как МВФ, это как Европейский банк реконструкции и развития. То есть это международные финансовые институты, которые по степени их надежности считаются самыми хорошими заемщиками. И если Европейскому банку реконструкции и развития требуются деньги, для того, чтобы потом профинансировать какие-то инвестиционные проекты, выдавая кредиты на реализацию этих инвестиционных проектов, то он может взять финансовые ресурсы именно на рынке еврооблигаций. И если мы этих эмитентов считаем как самыми надежными, то, конечно, и ставка по купону по этим еврооблигациям будет самая низкая. Вторая категория – это суверенные и субсуверенные заемщики. Ну, например, если мы говорим о России, то Россия как суверенный заемщик выпускала еврооблигации. Эти облигации выпускало Министерство финансов Российской Федерации. Но и субъекты Российской Федерации тоже выходили на рынок еврооблигаций. Выпускали еврооблигации Москва, выпускал еврооблигации Санкт-Петербург, выпускала еврооблигации Нижегородская область. И вот как вы видите, самый крупный заемщик – это коммерческие банки, которые выпускают еврооблигации, привлекают таким образом дешевые деньги, которые потом вливаются в экономику. Помимо банков выходят и другие финансовые институты. Это страховые компании, это могут быть инвестиционные фонды, которые делают эмиссию еврооблигаций. Ну, на рынок еврооблигаций, естественно, выходят и предприятия реального сектора, который вот мы здесь назвали корпорации, на долю которых приходится примерно 22-24%. Кто из российских компаний доминирует на рынке еврооблигаций? На этом рисунке мы с вами можем видеть, что, конечно, доминируют два главных сектора. Это финансовый сектор, доля которого в общем объеме российских еврооблигаций составляет 35%. И второй крупный сегмент, это нефтегазовый комплекс, доля которого 31%. И ближайшие к ним примыкает эта металлургия и горная промышленность, доля которой на этом рынке среди российских еврооблигаций составляет где-то порядка 15%. Но на рынок еврооблигаций выходят и другие компании, в том числе и компании телекоммуникационной отрасли, компании, которые занимаются производством химической продукции и удобрением, выходит энергетика, но все вот эти вот компании, конечно, занимают очень незначительную долю в общем объеме выпущенных российских еврооблигаций. Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной международному рынку капитала. И сейчас мы с вами познакомимся, как развивался этот рынок применительно к российским эмитентам. И когда мы говорим о рынке еврооблигаций для российских компаний, то мы можем выделить несколько этапов. Первый этап – это начало берет 1995 год и вплоть до 17 августа 1998 года – это дата, когда Минфин объявил дефолт по своим облигациям. Вот этот этап называют становление рынка. Первые еврооблигации были выпущены в 1995 году. По сути дела, иностранные инвесторы знакомились с новым эмитентом, с российскими компаниями, с эмитентами из России. И относились к этому очень настороженно, очень сдержанно, потому что выходили какие-то не вполне для них понятные, незнакомые компании. Они опасались, и опасались, наверное, правильно, потому что в августе 1998 года Министерство финансов Российской Федерации объявило дефолт, так называемый технический выборочный дефолт по гособлигациям. И это привело к тому, что все еврооблигации российских компаний, они все резко пошли вниз, они очень сильно в цене потеряли. Но обратите внимание, Министерство финансов объявило дефолт не по еврооблигациям. Минфин объявил дефолт по российским, по рублевым облигациям, которые котировались в России на российском внутреннем рынке. Но вот мы с вами на одной из предыдущих тем уже обсуждали проблему риска и говорили про так называемый системный рыночный риск. Так вот, когда Минфин по каким-то облигациям перенес выплаты на более поздний срок, а вот это и называется дефолт, то рынок отреагировал следующим образом. Да, сегодня он объявил дефолт по российским рублевым облигациям, а завтра объявит дефолт и по еврооблигациям. И вот этот системный риск, он распространился сразу на все российские компании, на все российские еврооблигации. Как говорят, кризисы приходят, кризисы уходят. И вот второй этап, это вот резкое охлаждение рынка, которое произошло после этого дефолта с августа 98 года примерно до 2001 года. И после 2001 года рынок начинает восстанавливаться, возрастает доверие со стороны зарубежных инвесторов. И начинается третий этап развития этого рынка, который можно определить. Это рынок в течение шести лет, с 2002 года по 2008 год, когда был действительно очень высокий интерес к российским компаниям, к российским эмитентам. Это было связано с тем, что вот в этот период российская экономика развивалась очень высокими темпами. Мы росли в год примерно на 7-8 процентов. И вот за счет таких вот высоких темпов и финансовое состояние, финансовое положение компании тоже было достаточно устойчивым. К сожалению, в 2008 году начинается финансовый кризис, который потом перерастает в экономический кризис. Это опять, конечно, резкое охлаждение рынка. Это недоверие инвесторов вообще ко всем эмитентам, в том числе и к эмитентам из России. И в этот период, конечно, мало кто из российских компаний делал эмиссию еврооблигаций, потому что степень доверия была очень низкая, и зарубежные инвесторы требовали достаточно высокой доходности. Когда они тебе не верят, то недоверие, вот этот риск, они сразу за этот риск требуют более высокой процентной ставки. Острая фаза кризиса, будем говорить так, закончилась в 2009-2010 годах, и сегодня мы наблюдаем восстановление рынка. И вот на этом графике мы с вами можем видеть, это бурный рост рынка в 2005-2008 годах, потом кризис 2008-2009 годов, резкое охлаждение, и потом постепенное восстановление рынка. Как я уже говорил, рынок еврооблигаций развивается очень бурными, очень высокими темпами. Одним из привлекательных моментов рынка еврооблигаций является то, что там российские компании могут привлечь длинные деньги. В данной таблице показана временная структура российских еврооблигаций, причем показаны два типа эмитентов. Это финансовый сектор, который в основном представлен банковским сектором, и не финансовый сектор, это предприятие реального сектора экономики. И мы с вами можем видеть, российские компании, которые выпускают еврооблигации, сегодня нет компаний, которые выпускали бы эти еврооблигации на срок менее трех лет. А половина выпущенных еврооблигаций выпускается на срок от шести до десяти лет. Вот действительно, вот здесь компании могут взять длинные деньги. Но некоторые российские компании выпускали и 30-летние облигации, например, Газпром. А уж если мы говорим про банки, то банк ВТБ и Газпромбанк вообще выпустили бессрочные облигации. И вот это действительно очень привлекательное свойство рынка еврооблигаций, где компании и банки могут получить по-настоящему длинные деньги, которых на российском рынке, к сожалению, найти очень и очень сложно. Какую же доходность приносят еврооблигации? Доходность для инвесторов, а для эмитента это издержки. И как мы видим, в общем-то и финансовый сектор, и предприятия реального сектора экономики привлекают денежные средства под достаточно низкие процентные ставки. Но, как я уже говорил, выходя на рынок еврооблигаций, эмитент должен получить рейтинг по международной шкале. На сегодняшний день рейтинг России, как государства, по шкале агентства Standard & Poor's составляет 3B. И, как правило, рейтинговые агентства эмитентам из страны присваивают рейтинг не выше странового. Поэтому многие российские компании, имея хорошие финансовые показатели, имеют рейтинг 3B, то есть это на уровне странового. Риски самые низкие. И вы можете видеть, что для банков, которые имеют рейтинг 3B, деньги обходятся примерно 4,1%. А компании реального сектора экономики с рейтингом 3B, ну что это за компании? Это РЖД, это Газпром. Им дают деньги даже под более низкие проценты. Это 3,5%. И чем хуже рейтинг, тем выше процентная ставка. Когда рейтинг по международной шкале составляет 1RB, 1RB, то 1RB – это свидетельство высокого риска. А, соответственно, высокий риск – это и высокие процентные ставки. И для финансового сектора это составляет порядка 9%, для предприятий реального сектора – более 7%. Поэтому компании очень важно, вот выходя на рынок еврооблигаций, показать свое финансовое состояние и доказать, что компания финансово устойчива, и получить соответствующий рейтинг. Чем выше рейтинг, тем ниже процентные ставки. Второй инструмент долгового рынка капитала, который используется на международном рынке, это так называемые иностранные облигации. А иногда в каких-то книгах их называют международные облигации. Что это такое и чем они отличаются от еврооблигаций? Иностранные облигации – это те облигации, которые выпускаются нерезидентами на внутреннем национальном рынке той или иной страны. Соответственно, если, ну давайте возьмем такой пример, финансовый рынок Америки. И на этот финансовый рынок Америки приходит компания из Европы, скажем, компания Siemens, выпускает свои облигации. То вот компания Siemens на американском рынке, выпуская облигации, должна зарегистрировать выпуск у американского регулятора, это Security Exchange Commission, и представить всю документацию в соответствии с американским законодательством. И вот если она прошла все процедуры регистрации, компания Siemens и выпустит эти облигации на американском рынке. Чем привлекательны данные облигации? Почему, скажем, Siemens не привлекает деньги, выпуская облигации в своей стране? Почему идут на американский рынок? Вообще вот для иностранных облигаций наиболее привлекательными являются два рынка. Это американский рынок и японский рынок. В чем привлекательность? Первое. Любой эмитент стремится привлечь деньги под более низкие процентные ставки. Если компания видит, что на рынке какой-то конкретной страны процентные ставки находятся на низком уровне, и этот эмитент может пройти процедуру регистрации облигаций по национальному законодательству данной страны, есть смысл выпускать облигации на данном рынке. И вот чем привлекательен рынок Японии? Это то, что там действительно очень низкие процентные ставки, которые держатся на таком низком уровне уже в течение многих-многих лет. И тогда иностранной компании выгодно выйти на японский рынок и взять дешевые деньги. Второе. Чем привлекательен американский рынок? Это громадный по объему финансовых ресурсов рынок. Большие масштабы рынка. И когда эмитенту в своей юрисдикции, в своей стране, вот такой большой объем разместить сложно, потому что рынок узкий, рынок маленький, тогда есть смысл выходить вот на эти глобальные рынки. Спрос со стороны инвесторов колоссальный. И вот в этом случае можно разместить облигационные займы большого объема. Третья привлекательность зарубежного рынка для нерезидентов – это возможность выпускать облигации на длительные сроки. Скажем, в Соединенных Штатах Америки примерно четверть всех финансовых активов сосредоточены в американских негосударственных пенсионных фондах. А что такое негосударственный пенсионный фонд? Вот там по-настоящему длинные деньги, которые ждут, когда человек выйдет на пенсию. Если человеку сегодня 20 лет и компания за него делает взносы в негосударственный пенсионный фонд, а человек на пенсию будет выходить в 65 лет, то посмотрите, в течение 45 лет эти деньги не могут быть изъяты из этого негосударственного пенсионного фонда. И вот тут можно действительно взять очень длинные деньги. Черта привлекательности, скажем, американского рынка – это наличие широкого круга институциональных инвесторов. На американском рынке есть и инвестиционные фонды, которые называются mutual funds, есть хеш-фонды, есть банки, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании. То есть вот эти вот институциональные инвесторы обладают, во-первых, большими объемами финансовых ресурсов, и во-вторых, они готовы покупать долгосрочные облигации. Если на национальном рынке вот таких вот финансовых институтов мало, их круг очень узок, то тогда и сложно будет разместить вот на национальном рынке эти облигации. Когда круг институциональных инвесторов очень широкий, то вывоз проходит более удачно, под более низкие процентные ставки. И последняя позиция – это то, что вывозкая облигации, скажем, на том или ином рынке, я имею в виду здесь, это, конечно, американский рынок, это возможность вывозка новых инновационных продуктов. Финансовый рынок США во многом – это лаборатория, где регулярно появляются какие-то новые финансовые инструменты, которые еще в Европе, скажем, не прижились, к Европе еще не привыкли. И вот если этот финансовый инструмент привлекателен для эмитента, и на национальном рынке таких финансовых инструментов нет, то эти финансовые инструменты можно выпустить, скажем, в тех странах, где финансовые инновации получили развитие. Еще раз повторюсь, это, конечно, прежде всего финансовый рынок Америки. Если мы посмотрим теперь на американский рынок, то, скажем, если американская компания выпускает облигации, ну, скажем, компания General Electric выпускает облигации на американском рынке, то это попадает в категорию «это корпоративные облигации». А вот если какая-нибудь европейская компания будет выпускать на американском рынке облигации по американскому законодательству, то вот эти облигации будут называться международными облигациями. И во многих странах международным облигациям, или как мы их называем, иностранным облигациям, которые выпускают иностранные имитенты, присваиваются очень яркие броские названия. Например, в Соединенных Штатах Америки такие облигации называют Янки. Если иностранная компания выпускает облигации на японском рынке, у них название, которое характеризует национальные особенности Японии, это вот эти облигации называют самураи. В Испании это матадоры, в Великобритании эти облигации называют бульдоги. Мне нравится, как называют такие облигации, которые выпускаются в Голландии. Они как любители искусства их называют облигацией Рембрандт. Итак, коллеги, мы с вами познакомились с долговым рынком международного капитала и рассмотрели два финансовых инструмента, это еврооблигации и международные облигации. Далее мы с вами будем рассматривать второй сегмент международного рынка капитала, это депозитарные расписки на акции тех или иных имитентов. Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной международному рынку капитала, и сейчас мы приступаем к рассмотрению второго финансового инструмента, это депозитарные расписки на акции той или иной компании. И мы будем говорить о депозитарных расписках на акции российских компаний. Что такое депозитарная расписка и для чего они нужны? Многие российские компании стремятся выйти на зарубежный рынок. Как мы с вами уже говорили, это громадные по объему финансовых ресурсов рынки. И число инвесторов, желающих купить привлекательные ценные бумаги российских имитентов, польских имитентов, китайских имитентов, их достаточно много. Но надо сделать таким образом, чтобы акции российских компаний торговались бы на зарубежном финансовом рынке. Часто я слышу такую реплику, так ведь любой иностранный инвестор может на российском рынке купить акции той российской компании, которая ему привлекательна. Да, действительно, любой резидент может совершить эту операцию на российском рынке. Но зарубежные инвесторы боятся приходить на российский рынок. Они знают, что на российском рынке есть привлекательные компании, недооцененные компании, у которых есть перспективы роста. Но для того, чтобы купить акции этой компании, он должен перевести со своего счета деньги в Россию, открыть счет какой-то российской брокерской компании, затем дать поручение этой российской брокерской компании купить акции такой-то российской компании на непонятной для него московской бирже. И после того, как эти акции будут куплены, этого иностранного инвестора зарегистрируют в реестре, который будет вести российский реестр-держатель. И вот такому осторожному зарубежному инвестору очень страшно входить на непонятный для него российский рынок. Тем более, что информационную войну мы проигрываем. И если смотришь, бывая в командировках западное телевидение, то, конечно, очень редко, когда про Россию говорят что-то хорошее. В основном идет негатив. И вот этот негатив, конечно, давит на психику людей. И страшно переводить деньги вот в эту непонятную для них страну. Они боятся непонятной им инфраструктуры российского фондового рынка. И вот чтобы снять эти риски, логика такова. Давайте мы к вам придем с нашими бумагами на ваш родной американский рынок и на американской бирже, на лондонской бирже. Будем продавать акции наших российских компаний. Но сделать этого нельзя по одной простой причине. Потому что национальное законодательство любой страны защищает свой национальный рынок и говорит, что на нашем национальном рынке могут обращаться только те виды ценных бумаг, которые прошли регистрацию у нашего национального регулятора. То есть в Америке это комиссия по ценным бумагам и биржам. И, например, российская компания Лукойл хотела бы вывести свои акции на американский рынок, а сделать этого не может, потому что акции Лукойла зарегистрированы у российского регулятора, а не у американского. И вот эту юридическую коллизию надо как-то обойти. И вот как инструмент решения данной проблемы в мире существуют депозитарные расписки. Определение депозитарной расписки дано. Я коротко его прокомментирую. То есть депозитарная расписка это документ, который удостоверяет, что ценные бумаги какого-то, будем говорить так, российского эмитента помещены на хранение в банк Кастоди. Банк Кастоди это структура, это юридическое лицо, которое находится на территории России. И функции банка Кастоди на российской территории может выполнять любой российский депозитарий. Чаще всего эти функции выполняют, скажем, Ситибанк, это российский Ситибанк, ЗАО, закрытое акционерное общество Ситибанк, у которого есть лицензия Центрального банка России на осуществление банковской деятельности. Но это стопроцентная дочка глобального Ситибанка. И вот иностранные инвесторы смотрят, а кто является Кастодиантом, а это Ситибанк, значит ему можно доверять. Таким образом, я условно говорю, какая-то часть акций Лукойла, определенный пакет, поместили на хранение в банк Кастоди. А вот уже эти акции, которые хранятся в банке Кастоди, являются основанием для того, чтобы уже, например, на американском рынке депозитарный банк выпустил бы депозитарные расписки на акции Лукойла. Как я вам говорил, наиболее известные виды депозитарных расписок это АДР, американские депозитарные расписки, которые обращаются на американском рынке. И второй вид это глобальные депозитарные расписки, которые обращаются в основном на европейском рынке. Да, кстати, в 2007 году в российском законодательстве появилось понятие российская депозитарная расписка, РДР. Это понятие вводилось для того, чтобы если какая-нибудь зарубежная компания захочет вывести акции на российский рынок, то тогда вот она эти акции будет выводить на российский рынок через российские депозитарные расписки. И, конечно, ориентировались на то, что российский рынок, он более крупный, более масштабный, чем, скажем, казахстанский рынок, украинский рынок или белорусский рынок. И была надежда на то, что компании из стран СНГ будут выводить свои акции на российский рынок через механизм российских депозитарных расписок. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались. На сегодняшний день на российском рынке есть одна депозитарная расписка на акции «Русала». «Русал», у которого весь бизнес ведется в России, а юрисдикция, он зарегистрирован за рубежом. Акции котируются на гонконгской фондовой бирже, а в России на московской бирже торгуются депозитарные расписки на акции «Русала». Какие цели преследует компания, которая выпускает депозитарные расписки? Первое – это выйти на глобальный международный рынок и привлечь капитал для реализации крупных инвестиционных проектов. Так как этот рынок действительно безграничный по своим масштабам, по своим финансовым ресурсам, то действительно капитал привлечь легче. Второе – когда ты выходишь на зарубежный финансовый рынок, ты получаешь международное признание. И у иностранных, и у отечественных инвесторов повышается доверие к акциям данной компании. За счет чего? Первое – чтобы выпустить депозитарные расписки на американском или европейском рынке, компания должна пройти аудит у аудиторов из большой четверки. Второе – так как депозитарные расписки на американском рынке выпускают всемирно известные и надежные банки, но в основном это Бэнк оф Нью-Йорк, Ситибанк, Джи Пи Морган. И вот эти депозитарные расписки зарегистрированы у американского национального регулятора комиссии по ценным бумагам и биржам. И тогда зарубежные инвесторы, американские инвесторы говорят, что это надежная бумага, которая выпускается по американскому законодательству, и мы готовы эти бумаги покупать. Третье – выход на зарубежные рынки капитала и выпуск депозитарных расписок ведет к росту курсовой стоимости акций. И эти акции растут и на внутреннем, и на международном рынке. Как пример могу вам привести, когда несколько лет назад компания «Татнефть» только объявила, что компания собирается выпускать депозитарные расписки, за неделю котировки акций данной компании выросли почти на 30%. Выпуск депозитарных расписок и получение международного признания ведет к тому, что вот эти факторы толкают стоимость акций вверх, и котировки растут. Четвертое – выходя на зарубежный рынок, компания расширяет круг инвесторов. Когда акции торгуются только на локальном, на российском рынке, да, круг инвесторов есть, но в основном это российские компании, или это западные хедж-фонды. А вот выходя, скажем, на американский рынок, в УСК, АДР, круг инвесторов расширяется, и депозитарные расписки покупают не только спекулятивно настроенные инвесторы или хедж-фонды, но покупают и так называемые консервативные инвесторы, которые не будут стремиться ловить вот эти вот колебания и торговать этими депозитарными расписками. Они вкладываются надолго, то есть они обеспечивают стабильность котировок на финансовом рынке. Это привлекательность со стороны компании. Чем привлекательны депозитарные расписки для иностранных инвесторов? Первое, мы с вами уже обсуждали, что инвестор должен диверсифицировать свои инвестиции, должен формировать портфель ценных бумаг. И когда есть возможность на, скажем, американском рынке купить депозитарные расписки на акции какой-либо российской компании, то это получается более глубокая диверсификация. И волатильность портфеля в результате международной диверсификации становится меньше. Второе, это то, что покупать и продавать депозитарные расписки очень легко на национальном рынке. Если мы говорим про американские депозитарные расписки, американский инвестор покупает эти депозитарные расписки через своего брокера, с которым у него нет никаких конфликтов, который его ни разу не обманул, ни разу не подвел, полностью доверяет, где покупаются эти депозитарные расписки? На американском рынке, по правилам, которые существуют на этом американском рынке. Эти депозитарные расписки прошли регистрацию у американского регулятора. То есть это стабильные, хорошо работающие рынки, законодательство которых понятно американскому инвестору, и для него это комфортно. Еще одно преимущество для иностранных инвесторов, это то, что все расчеты производятся в валюте данной страны. Если это американский рынок, это доллары США. Если это европейский рынок, то это расчеты производятся в евро. Если депозитарные расписки обращаются в Лондоне, то они могут котироваться в фунтах стерлингов. То есть не надо терять деньги на конвертации. И последняя позиция, которая привлекательна для иностранного инвестора, это то, что купив депозитарные расписки, этот инвестор регистрируется в реестре зарубежного банка депозитария. То есть таким образом все операции, связанные с приобретением депозитарных расписок, для иностранного инвестора замкнулись на их национальном рынке. Не выходя за пределы страны, не выходя за пределы территории Соединенных Штатов Америки, американский инвестор купил депозитарные расписки на акции той российской компании, которые ему нужны. Он может купить депозитарные расписки на акции Лукойла, он может купить АДРы на акции Газпрома, ну и так далее, и так далее. И то, что он является собственником этих депозитарных расписок на акции той или иной российской компании, подтверждается записью в реестре, который ведет американский банк. Здесь вы можете видеть динамику выпусков американских депозитарных расписок по годам, и вы можете видеть, что, конечно, наиболее бурные темпы выпусков депозитарных расписок шли в предкризисные годы, это с 2005 по 2008 год. Затем вот этот кризис, конечно, он подкосил данный сегмент рынка, и сегодня он постепенно-постепенно начинает восстанавливаться. Итак, коллеги, мы посмотрели привлекательность депозитарных расписок для эмитента и для инвесторов. В следующую нашу беседу мы с вами посмотрим, как осуществляется выпуск депозитарных расписок. Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной международному рынку капитала, и в рамках нашей беседы мы сейчас познакомимся, каким образом осуществляется выпуск депозитарных расписок. И мы посмотрим это на примере американских депозитарных расписок. Российская компания «Эмитент», которая находится на территории России, хочет вывести свои акции на американский рынок. Вот эта вот пунктирная линия — это граница, это территория России, это территория Соединенных Штатов Америки. Российский «Эмитент» выпускает акции, которые зарегистрированы у российского регулятора. Эти акции обращаются на российском фондовом рынке. И вот для того, чтобы вывести какой-то пакет акций, который тут показан таким темным прямоугольничком, вывести эти бумаги на американский рынок, вот мы с вами не можем. Мы не можем взять этот пакет акций и продать его в Америке. Мы это можем сделать только через депозитарные расписки. И для этих целей в России есть банк «Кастеди», который будет хранить вот этот пакет акций. То есть с российского рынка акций забирается определенный пакет, причем пакет должен быть достаточно большим. Если мы говорим о компаниях размером, например, как компания «Лукойл», то это, наверное, должно быть где-нибудь в районе 5-7-10%. Если это более мелкая компания, то этот пакет будет больше. Функции банка «Кастеди» в России выполняют те структуры, которым доверяют зарубежные инвесторы. Хотя, в принципе, функции банка «Кастеди» может выполнять любой российский депозитарий. Задача банка «Кастеди» только одна – хранить эти акции, которые переданы ему на хранение. Их нельзя продать, их нельзя заложить. С ними вообще ничего нельзя делать, только одно – только хранить. И вот когда банк «Кастеди» принял на хранение данный пакет акций, дальше на территории Соединенных Штатов Америки находится депозитарный банк. Термин «депозитарный» мы здесь используем в контексте того, что, подчеркиваю, что этот банк будет выпускать депозитарные расписки. Если мы говорим про американский рынок, то функции депозитарного банка выполняют в основном три финансовых института. Крупнейший из них – это «Бэнк оф Нью-Йорк». Если взять весь объем выпущенных депозитарных расписок, то на долю «Бэнк оф Нью-Йорк» приходится примерно половина всех выпусков депозитарных расписок. Второй крупный игрок – это «Ситибанк». Его доля на этом сегменте рынка где-то порядка 30%. И третий – это «Джипи Морган». Хотя, в принципе, любой американский банк, любой американский финансовый институт может выпускать депозитарные расписки на акции российского, китайского, бразильского эмитента. И вот, когда мы определились с депозитарным банком, конечно, определились, это что заранее, когда только российский эмитент собирается выпускать депозитарные расписки, он уже ведет переговоры с депозитарным банком. И вот, когда «Банк Кастоди» получил на хранение пакет акций, то тогда он уведомляет депозитарный банк, что «я принял на ответственное хранение энное количество акций такой-то российской компании». Вот этого является достаточным для того, чтобы депозитарный банк делал бы эмиссию американских депозитарных расписок. Но прежде чем эти расписки продавать на американском рынке американским инвесторам, эти депозитарные расписки должны пройти регистрацию у американского регулятора, это Securities Exchange Commission. И вот, когда эти депозитарные расписки зарегистрированы, то это является американская ценная бумага, которая торгуется на американском рынке. И вот после этого эти депозитарные расписки покупают счастливые американские инвесторы. Ну, счастливые – это образно говоря, говоря, потому что счастье для него заключается в том, что у него все операции, связанные с покупкой акций российского эмитента, совершились на американском рынке через своего брокера на американской бирже. И владелец АДР, его факт владения депозитарными расписками регистрируется в реестре, который будет вести депозитарный банк. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание. Вот если этот американский инвестор покупает депозитарные расписки на акции какой-то российской компании у депозитарного банка, то деньги приходят данному депозитарному банку. Но разве эти деньги принадлежат данному депозитарному банку? Нет, он посредник. Если двигаться по стрелочкам от американских инвесторов к депозитарному банку, от него двигаться к банку Кастеди, потом от банка Кастеди по стрелочке двинуться к этому затемненному квадратику, то по сути дела, вот эти акции, которые включены вот в этом квадратике и которые находятся на хранении в банке Кастеди, они фактически проданы. Только не напрямую, а через депозитарные расписки. И деньги от продажи депозитарных расписок вот на эти акции, которые находятся на хранении в банке Кастеди, получает тот инвестор, который владел этим пакетом акций. А может быть это группа инвесторов, которые объединили свои пакеты, потому что пакет должен быть достаточно большим. От продажи депозитарных расписок на те акции, которые были взяты и заложены в банк Кастеди, российский эмитент живых денег не получает. Он получает, конечно, международное признание, повышается его имидж, повышается капитализация компании, потому что выпуск АДР ведет к росту курсовой стоимости акций. Но живых денег для своего развития российский эмитент не получает. Для того, чтобы получить деньги для реализации инвестиционных проектов, чтобы обеспечить дальнейшее развитие компании, российская компания Эмитент должна сделать эмиссию акций, дополнительную эмиссию акций, но не продавать их на российском рынке, а сразу же эту эмиссию заложить на хранение в банк Кастеди. И вот этот вот банк Кастеди, дальше вся цепочка та же самая, через депозитарный банк, регистрация эмиссии АДР у американского регулятора, и продажа американским инвесторам. Если двигаться по стрелочке от американских инвесторов в обратную сторону, то мы видим, что от эмиссии акций деньги придут к российскому эмитенту. Эта верхняя стрелочка показывает движение денег для АДР третьего и четвертого уровней, о которых мы с вами будем говорить чуть-чуть попозже. Вот таким образом российская компания выходит на американский рынок. Но эта же схема, она годится и для российских компаний, и для польских компаний, для любой компании, которая хочет вывести свои акции на американский рынок. Как я вам говорил, в результате выпуска депозитарных расписок котировки акций растут. Очень часто задают вопрос, а вот цена российских акций, которые торгуются в России, и цена депозитарных расписок на акции этого российского эмитента, эти цены различаются или нет? Да, конечно, различаются, но весьма и весьма незначительно. Единственное, что депозитарная расписка не обязательно выпускается на одну акцию. Ну, например, когда Лукойл выходил на американский рынок, выпуская свои депозитарные расписки, в одной АДР было 4 акции Лукойла. И если в России эта акция стоит 15 долларов, то АДР на акции Лукойла, одна АДР будет стоить 60 долларов. Ну, это идеальное совпадение. Но на самом деле, конечно, какие-то различия есть. И, скажем, если по акциям Лукойла в одной АДР там 4 акции, то акция на российском рынке может стоить 15 долларов, а АДР стоит там 60,3 доллара, или 59,5 доллара. То есть какие-то отклонения бывают, безусловно, но эти отклонения очень быстро нивелируются, потому что крупные игроки, которые ведут операции и в России, и в Америке, они что будут делать? Они будут покупать ценные бумаги там, где они дешевые, и продавать там, где они дорогие. И вот за счет этого очень быстро цены приходят в соответствие. Но на каком-то коротком отрезке времени, да, эти расхождения могут быть. Это один тип расхождения. И второй тип расхождения связан, вторая причина расхождения связана с тем, что иногда на американском рынке, когда АДР выпущена на небольшую сумму, то у этих бумаг низкая ликвидность, и нет продавцов или нет покупателей. И если американскому инвестору нужно быстро продать эти депозитарные расписки, то он готов уступить в цене. Вот второй элемент, вторая причина различия – это разный уровень ликвидности. В России бумага может быть относительно ликвидна, скажем, на зарубежном рынке она может быть обладать более низким уровнем ликвидности. Это тоже может привести к тому, что цены различаются. Когда мы говорим о функциях, которые выполняют участники рынка, то мы с вами говорили, что основные функции банка Кастади – это хранить акции, это ввести учет и перерегистрацию владельцев акций. Это связано с тем, что вот тот пакет акций, который мы взяли с российского рынка, он же был на руках у какого-то акционера. И поэтому, когда этот акционер получит деньги от продажи АДР, то тогда, соответственно, надо ввести вот этот вот переучет. Второе, мы с вами дальше будем говорить о том, какими правами обладают владельцы АДР, сейчас сразу хочу сказать, что на депозитарные расписки, которые выпущены на акции какого-нибудь российского эмитента, выплачиваются дивиденды, и банк Кастади будет участвовать в процедуре перечисления этих дивидендных выплат. И одна из важнейших функций банка Кастади – то, что он выполняет функции номинального держателя. То есть кто такой номинальный держатель? Это лицо, которое держит акции, ему не принадлежащие. И вот эти вот акции, которые заложены на хранение, они хранятся в банке Кастади, но он является собственником. Де-факто собственниками этих акций являются вот эти вот американские инвесторы, которые купили АДР на данные акции. Но в российском реестре будет числиться банк Кастади как номинальный держатель. А вот задача депозитарного банка, помимо того, что, конечно, он выпускает депозитарные расписки на акции, которые лежат на хранении в банке Кастади, важнейшая его функция – это, конечно, провести регистрацию депозитарных расписок в американской комиссии по ценным бумагам и биржам. Далее он представляет регулярную отчетность американскому регулятору. И следующая его очень важная функция – мало кто из зарубежных инвесторов что-нибудь знает о российских компаниях. Поэтому очень важно, выпуская депозитарные расписки, грамотно организовать и провести роут-шоу. То есть организовать встречи представителей российской компании-эмитента с потенциальными зарубежными инвесторами. И вот когда депозитарные расписки будут проданы, то депозитарный банк ведет реестр владельцев депозитарных расписок. Если банк Кастади участвует в движении дивидендных выплат, то депозитарный банк непосредственно выплачивает дивиденды владельцам АДР, так как он их знает поименно через систему ведения реестра. Когда будет происходить голосование на собрании акционеров, а я вам скажу, что де-факто владельцами акции являются владельцы депозитарных расписок, то вот они свое право голоса реализуют при помощи депозитарного банка, который рассылает им бюллетени для голосования, и владелец АДР может проголосовать, и, соответственно, депозитарный банк может направить, он обязан направить вот эти бюллетени владельцев АДР, которые проголосовали российской компанией-эмитенту, которая проводит общее собрание акционеров. Итак, коллеги, мы рассмотрели, как происходит выпуск депозитарных расписок, далее мы рассмотрим более подробно виды и типы депозитарных расписок. Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной международному рынку капитала, и сейчас мы познакомимся с видами депозитарных расписок. Рассмотрим виды вот этих депозитарных расписок на примере американских депозитарных расписок. Значит, американские депозитарные расписки делятся на две большие группы – спонсируемые АДР и не спонсируемые АДР. Давайте коротко про не спонсируемые, а потом будем более подробно рассматривать спонсируемые АДР, потому что они бывают еще и четырех уровней. Неспонсируемые депозитарные расписки выпускаются на акции, которые уже находились в обращении. Если мы говорим про российскую компанию, они уже находились в обращении на российском рынке. В рамках предыдущей беседы вот эти акции были показаны таким затемненным квадратиком на российском фондовом рынке. Второй тип, это спонсируемые депозитарные расписки. В чем разница неспонсируемые и спонсируемые депозитарные расписки. Вообще в России термин спонсор понимается однозначно. Спонсор платит деньги. Ну, действительно, здесь оплата выпуска депозитарных расписок соответствует вот этим терминам спонсируемые, не спонсируемые. Значит, но здесь еще есть и второй подтекст, кто является инициатором выпуска депозитарных расписок. И вот если у нас депозитарные расписки спонсируемые, это означает, что инициатором выпуска депозитарных расписок является сам эмитент, сама компания. А не спонсируемые депозитарные расписки выпускаются по инициативе акционера или группы акционеров, которые саккумулировали достаточно крупный пакет акций. И, соответственно, если выпуск спонсируемых АДР происходит по инициативе компании-эмитента, то, соответственно, и все расходы, связанные с выпуском депозитарных расписок, эта компания принимает на себя. А раз не спонсируемый АДР инициируется крупным акционером или группой акционеров, которые объединили свои пакеты, тогда все расходы, связанные с выпуском не спонсируемых АДР, на себя принимает инициатор выпуска этих АДР, то есть или это отдельный акционер или группа акционеров, которые заложили свои пакеты в банк кастоди. Спонсируемые депозитарные расписки бывают четырех уровней. Вот на данном рисунке вы видите, что АДР первого и второго уровня, они у нас обозначены одним цветом, зеленого цвета. В чем их сходство? Сходство АДР первого и второго уровня заключается в том, что они выпускаются на акции, которые уже находились в обращении на российском рынке. На большом слайде организации выпуска депозитарных расписок у нас это вот такой затемненный квадратик. То есть сходство заключается в том, что это выпускается на акции, которые уже находились в обращении. Различие заключается в степени раскрытия информации и предоставление тех документов, которые требует американская комиссия по ценным бумагам и биржам. А от этого зависит и возможность обращения депозитарных расписок или на бирже, или на внебиржевом рынке. Если мы говорим про АДР первого уровня, их еще на американском рынке часто называют торговая форма депозитарных расписок. Это самый легкий способ вывода акций российской компании на американский рынок. Здесь упрощенные требования к компании-эмитенту. Как говорят сами американцы, это АДР первого уровня. Эмитент должен доказать, что он ведет деятельность в соответствии с законодательством своей страны. То есть платит налоги, ведет реестр акционеров, ну и так далее, и так далее. Самое главное упрощение заключается здесь в том, что эмитент может ввести бухгалтерский учет и отчетность по российским стандартам, не по международным стандартам, не по американским стандартам. Если компания ведет учет по своему национальному, по своим национальным правилам, которые не совпадают с МЦФО или со стандартами американскими, ГААП, то тогда эта компания непонятна и непрозрачна для американского инвестора. А раз компания непонятна и непрозрачна, то эти акции этой компании не допускаются к биржевой торговле. Они торгуются на внебиржевом рынке. И, скажем, в Соединенных Штатах Америки выходит бюллетень, который называют pink sheets, розовые страницы, потому что он выходит на бумаге такого розоватого цвета, где компания, американская компания, например, компания Goldman Sachs пишет, что я вот продаю 10 тысяч АДР на акции Лукойла, 5 тысяч АДР на акции Газпрома и так далее, телефон для связи. И чтобы сделка состоялась, инвестор должен связаться с продавцом и в небиржевом рынке подписать договор купли-продажи депозитарных расписок, и тогда эта сделка состоится. Как вы понимаете, АДР первого уровня обладает низким уровнем ликвидности. Если компания хочет, чтобы ее акции через депозитарные расписки котировались на бирже, вот тогда компания должна выпускать АДР второго уровня. Их еще называют листинговая форма депозитарных расписок, то есть листинг – это допуск к биржевой торговле. И если компания будет соответствовать всем требованиям американского законодательства, то тогда АДР второго уровня допускается к биржевой торговле. Какие основные требования? Прежде всего, отчетность должна вестись по международным стандартам или по американским стандартам. Эта отчетность должна быть заверена аудиторам. И компания должна соответствовать требованиям биржи по листингу. То есть помимо того, что есть требования регулятора, отчетность и так далее, и так далее, биржа тоже предъявляет некоторые требования компании. Первое – это размер компании, уровень ее капитализации, степень ликвидности акций, ну и так далее, и так далее. И вот если компания будет соответствовать и требованиям регулятора, и требованиям биржи, вот тогда АДР второго уровня будут котироваться на крупнейшей бирже мира, это Нью-Йоркская фондовая биржа. И из российских компаний две – это Ростелеком и Татнефть – сделали АДР второго уровня. Обратите внимание, АДР первого и второго уровня выпускаются на акции, которые уже находились в обращении на российском рынке. И собственниками этих акций был какой-то крупный акционер или группа акционеров. Соответственно, деньги от продажи депозитарных расписок на акции, заложенные в банке Кастаде, получит вот этот акционер или группа акционеров. Эмитент сам живых денег не получает. Он получает косвенный эффект в виде имиджа, роста капитализации, какие-то другие сопутствующие эффекты. Если компания хочет привлечь средства непосредственно в компанию, то для этих целей надо выпускать АДР третьего или четвертого уровней. В чем сходство АДР третьего и четвертого уровней? Сходство заключается в том, что эти депозитарные расписки выпускаются на акции, которые проходят первичное размещение. В результате этого эмитент получает деньги на свое развитие, потому что эмитент делает доп. эмиссию акций. Эту эмиссию не продает на российском рынке, а помещает сразу в банк Кастаде. А вот уже на эти заложенные в банке Кастаде акции депозитарный банк в США будет выпускать депозитарные расписки, которые будут приобретать американские инвесторы. И, соответственно, денежные средства попадают непосредственно эмитенту. И вот здесь он действительно получает средства непосредственно на свое развитие. Чем они различаются? Различия в следующем. АДР третьего уровня, который еще называют публичные АДР. Состав документов, которые требуется представить, точно такой же, как и для АДР второго уровня. АДР третьего уровня должны полностью соответствовать требованиям комиссии по ценным бумагам и биржам. Требуется полное раскрытие информации о компании. Требуется введение учета по международным стандартам или по американским стандартам. Это как бы один аспект. А второй аспект – это то, что эмитент должен отвечать требованиям биржи, где эти бумаги будут торговаться. И вот если российская компания будет отвечать и требованиям комиссии по ценным бумагам и биржам, и требованиям биржи, то тогда эти депозитарные расписки будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Первая российская компания, которая выпустила АДР третьего уровня, это была компания «Вэмпелком», которая еще в 1996 году выпустила АДР на свои акции. Они сразу делали АДР третьего уровня. И я должен сказать, что это, конечно, был прорыв для российских компаний. И длительное время на зарубежных фондовых площадках котировалась только одна российская ценная бумага – это АДР на акции «Вэмпелкома». В 2000 году АДР третьего уровня выпустила компания «МТС» мобильной телесистемы. В 2002 году АДР третьего уровня выпустила компания «Вэмпельдан». И в 2007 году, накануне этого мирового финансового кризиса, АДР третьего уровня выпустила компания «Мечел». Как вы видите, всего-навсего четыре российские компании сделали АДР третьего уровня. И вот в мире считается, что АДР третьего уровня – это вот такая вот вершина выпуска депозитарных расписок. Что такое АДР четвертого уровня, которых еще часто называют «ограниченный АДР». АДР четвертого уровня появились сравнительно недавно, где-то в начале 90-х годов. И это было вот до 90-х годов существовали АДР только трех уровней – первый, второй и третий. А вот четвертый уровень – это как бы реакция американского законодательства на требования рынка. С одной стороны, зарубежным компаниям хотелось вывести свои акции на американский рынок и привлечь деньги для своего развития. Но не все могли сделать бухгалтерскую отчетность по международным стандартам. Раз они не могли сделать АДР третьего уровня, а четвертого не было, то денег для своего развития компании не получали. Это один аспект. А второй аспект был интерес со стороны американских инвесторов купить акции хороших зарубежных компаний, в том числе и российских. И вот как реакция законодательства на требования рынка, с одной стороны, желание эмитентов делать новую эмиссию и выпускать АДР на эту новую эмиссию. И второе – желание американских инвесторов через АДР купить акции хорошей и, по их мнению, недооцененной российской или какой-нибудь другой зарубежной компании. Какие требования предъявляются к АДР четвертого уровня? Значит, здесь требования более мягкие, чем для АДР второго и третьего уровней. Самое главное упрощение – это то, что не надо ввести бухгалтерский учет и отчетность по международным стандартам. Можно ввести по законодательству своей страны. И с этой точки зрения они очень похожи на АДР первого уровня. Но здесь потребуется большее раскрытие информации о самом эмитенте. Где торгуется АДР четвертого уровня? Так как эти бумаги непрозрачны для рядового американского инвестора, то данные АДР четвертого уровня торгуются в системе NASDAQ. NASDAQ – это электронная биржа, будем так говорить. И вход в NASDAQ доступен любому инвестору. Но вот внутри NASDAQ есть подсистема, где торгуется АДР четвертого уровня. Вход в эту подсистему, вот в эту торговую систему, доступен только квалифицированным инвесторам. То есть это крупные институциональные инвесторы, у которых чистые активы не менее 100 миллионов долларов. И считается, что вот эти вот крупные институциональные инвесторы, которых называют квалифицированными инвесторами, в состоянии сами, используя свои аналитические службы, провести анализ финансового состояния любого эмитента. Из России, из Польши, из Бразилии и так далее. Поэтому они называются ограниченными, потому что круг инвесторов ограничен вот этими крупными институционалами, крупными квалифицированными инвесторами. Если посмотреть на то, какие виды депозитарных расписок выпускали российские компании, то мы с вами можем видеть, что подавляющее число – это АДР первого и четвертого уровней. АДР второго и третьего уровня выпускает очень ограниченный круг компаний, о которых я вам и говорил. Второй уровень – это Ростелеком и Татнефть. И третий уровень – это Вимпелком, МТС, Вимбельдан и компания Мечел. Мы рассмотрели виды депозитарных расписок. Далее мы с вами будем рассматривать, а какими правами обладают владельцы депозитарных расписок. Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной международному рынку капитала. И сейчас мы с вами познакомимся, а какими правами обладают владельцы депозитарных расписок. Я бы сказал так, что владельцы депозитарных расписок обладают некоторыми правами акционеров. Может быть это звучит несколько парадоксально, но именно так, что владелец АДР, он не акционер, но он владелец депозитарных расписок, он владелец другой ценной бумагой. Но за этими депозитарными расписками стоят акции конкретного российского эмитента. Владелец АДР, он обладает не всеми правами акционеров, а только некоторыми. И первое, это право на получение дивидендов. Потому что на те акции, которые будут храниться в банке Кастеди, начисляются дивиденды. Российская компания, эмитент, на эти акции начисляет дивиденды, которые переводятся депозитарному банку. Если российская компания начисляет дивиденды, естественно, в рублях, находясь на территории России, то владельцам АДР, в Америке, выплаты будут проводиться в долларах. Тут есть некоторые издержки, связанные с конвертацией. Депозитарный банк, который ведет реестр владельцев АДР, он знает, у кого из инвесторов, какое количество АДР находится на руках, и он пропорционально общую сумму полученных дивидендных выплат распределяет между владельцами депозитарных расписок. Таким образом, дивиденды доходят до конкретного инвестора. Второе право, которым обладают владелец депозитарных расписок, это право голоса на собрание акционеров. Тоже говорят странно, он не акционер, а имеет право голоса. Опять же, давайте посмотрим. Те акции, которые заложены на хранение в банк Кастаде, это акции, которые живут, у которых через АДР есть свои владельцы, есть свои собственники. И поэтому владельцы АДР, владея депозитарными расписками на акции российского эмитента, могут проголосовать. Как происходят процедуры голосования? Вот российская компания Митент, готовясь к собранию акционеров, направляет в банк Кастаде материалы к общему собранию акционеров. Если мы говорим про американские депозитарные расписки, то эти материалы должны быть все на английском языке. И направляет туда образцы бюллетеней для голосования. Банк Кастаде, у которого есть договор с депозитарным банком, дублирует эти материалы и бюллетени депозитарному банку. А вот уже депозитарный банк, ведя реестр владельцев АДР, каждому владельцу направляет бюллетени для голосования. Владелец депозитарных расписок может проголосовать. У него несколько вариантов действия. Получив вот этот бюллетень для голосования, владелец АДР может проголосовать за, против, воздержался. Или четвертый вариант – вообще не голосовать. Данные, которые приводят американские эксперты, следующие. Они говорят так, что из общего числа голосов, которыми обладают владельцы АДР, голосуют процентов 20. Но, говорят, вот особенность заключается в том, что по российским эмитентам владельцы АДР на акции российских компаний, там число голосов больше. Там это порядка 30, может быть, даже 35 процентов. То есть я понимаю так, что люди, которые владеют депозитарными расписками, знают и голосуют так, как они считают нужным. Но, тем не менее, все равно большинство не голосует. И вот владелец депозитарных расписок, первое, если он проголосовал, он заполненные бюллетени направляет в депозитарный банк. Если он не проголосовал, то, соответственно, эти бюллетени никуда не направляются. И вот почему голосует мало? Потому что, действительно, владельцу депозитарных расписок сложно понять. Вот он видит бюллетень по выборам членов совета директоров. Он встречает какие-то незнакомые ему фамилии, и он не знает, за кого голосовать, кому отдать право голоса. Поэтому, как правило, он не голосует. Ну, кстати, да, еще один момент. Владелец депозитарных расписок, если он хочет, чтобы его голоса были учтены, но он не знает, за кого голосовать, он может выдать доверенность на голосование какому-то любому другому лицу. Ну, скажем, члену совета директоров, который входит в состав совета директоров российской компании. Ну, например, у компании «Лукойл» в совете директоров есть два американца. И если владелец депозитарных расписок доверяет, что они будут защищать его интересы и правильно голосовать, он может выдать им доверенность на голосование. Или проголосовал сам. Если он проголосовал, он направляет заполненные бюллетени в депозитарный банк, а депозитарный банк эти заполненные бюллетени направляет российскому эмитенту. И таким образом голоса владельца АДР будут учтены. Но обратите внимание, есть еще один документ, который направляет депозитарный банк российскому эмитенту. Доверенность на голосование. Что это за доверенность? Обратите внимание, эту доверенность выдает не владелец депозитарных расписок, а депозитарный банк. В целом ряде программ выпуска АДР есть, на мой взгляд, очень неудачная норма, которая прописана в этой программе выпуска депозитарных расписок, которая гласит следующее, что если кто-либо из владельцев депозитарных расписок не проголосовал, то вот на эти голоса, не проголосовавших владельцев депозитарных расписок, депозитарный банк выдает доверенность на голосование менеджменту российского эмитента. В общем-то, с одной стороны, это, будем говорить так, не совсем правильно, потому что менеджмент получает какие-то дополнительные опции, дополнительные права на собрание акционеров, владея этой доверенностью голосов, не проголосовавших владельцев депозитарных расписок. И в целом, я видел, что российский эмитент, главный менеджер российской компании получал доверенность на голосование и пакет голосов, который был в этой доверенности, 15-18%. И, как вы понимаете, очень удобно проголосовать, одобрить работу совета директоров, по итогам года выплатить бонусы менеджменту такие-то и такие-то, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вот эти вещи нужно менять. Причем не во всех программах выпуска ДРТ такая норма есть и такая норма существует. Следующее право, которым обладает владелец депозитарных расписок, он может проконвертировать свои расписки в акции российского эмитента. Обратите внимание, если владелец, если американский инвестор купил депозитарные расписки, скажем, на акции Лукойла, о которой мы постоянно упоминаем, то он может из владельца ДР превратиться в акционера. Как это делается? Иностранный инвестор, владелец АДР, направляет заявление на конвертацию в депозитарный банк, в котором он указывает, прошу мои депозитарные расписки, я так упрощенно говорю, забрать, аннулировать, а взамен мне выдать акции данной российской компании. Если, скажем, в одной АДР находится 4 акции, то он, сдавая 100 АДР, должен будет получить 400 акций. Депозитарный банк дает поручение банку Кастоди на разблокирование части акций, которые находятся у него на хранении, а банк Кастоди дает поручение российскому реестродержателю внести изменения в реестр. И какие изменения вносятся? Если в результате конвертации АДР в акции получилось, скажем, там, 1000 акций, то, соответственно, банк Кастоди у себя количество акций, которыми он обладает, которые у него находятся на хранении, уменьшает на одну тысячу, а реестродержатель должен вписать в реестр этого иностранного владельца и записать, что у него теперь будет, скажем, 1000 акций. Соответственно, внесение изменений в реестр, который делает российский реестродержатель, подтверждается тем, что иностранный инвестор, он теперь уже будет не владелец АДР, а он теперь становится уже акционером, получает выписку из реестра акционеров. И вот обратите внимание, американский держатель АДР, он не покупает акции, он купил АДР, но через механизм конвертации он может стать акционером, проконвертировав свои депозитарные расписки в акции российской компании. Для чего это делается? Посмотрите, владелец АДР имеет возможность эти бумаги продать. АДР первого уровня на внебиржевом рынке, АДР второго и третьего уровней можно продать на американской бирже, АДР четвертого уровня в системе NASDAQ. Или он может проконвертировать свои АДР в акции российской компании и затем продать эти акции на российском рынке. Если, скажем, в силу каких-то причин, ликвидность на американском рынке маленькая, он может это сделать через механизм конвертации. Вот, в принципе, вроде бы механизм выпуска АДР привлекателен для российских компаний. Российские компании получают международное признание. И вроде бы это все хорошо, но к чему это привело? Вот, если взять 2002-2004 года, то мы стали замечать, что механизм торговли российскими акциями через депозитарные расписки стал перемещаться на западные биржевые площадки. Вы можете видеть вот на этом рисунке, что нижний такой вот там синенький цвет – это американские биржи, коричневый цвет – это лондонская фондовая биржа. И примерно процентов 70 торгов российскими бумагами через депозитарные расписки шло на западных биржевых площадках. В России у нас тогда было две биржи – это ММВБ и РТС. Обороты стали резко снижаться и составляли незначительную величину. Говорят, ну а что в этом плохого? Плохо то, что комиссии от купли-продажи ценных бумаг получают западные брокеры. Комиссии получают западные биржи. Как будто бы нам в России не нужно развивать и брокерский бизнес, не нужно развивать биржу. Поэтому необходимо было предпринять какие-то меры для того, чтобы торговля целиком не перетекла на западные биржевые площадки. И поэтому сделаны некоторые изменения в российском законодательстве, которые гласят следующее, что компания может выпускать депозитарные расписки, но не более чем на 25% своих акций. То есть в АДР может быть включено максимум 25% акций, а 75% – это должны быть просто акции, которые торгуются в России. Если компания будет делать IPO, выпускать новые акции, то, как правило, у нас IPO проводится на двух площадках. Часть бумаг продается в России, часть бумаг продается в Лондоне или в Нью-Йорке, в общем, на каких-то западных площадках. То, проводя IPO, компания на западных площадках может продать не все бумаги, а не более 50%. То есть вот таким образом, введя такие ограничения и введя некоторые нормы, обороты вернулись на российский рынок. И вот здесь красным цветом показаны – это обороты торгов на российских биржевых площадках, а синенький цвет – это иностранные рынки, иностранные биржевые площадки. Итак, коллеги, мы с вами завершили рассмотрение всей нашей темы, посвященной международному рынку капитала. И это у нас была с вами последняя завершающая лекция. Я вам желаю успехов в написании контрольных тестов и успехов во всей вашей жизни, во всей вашей деятельности. Всего доброго!